всем привет дорогие друзья добро пожаловать на мой канал лидия sweet сегодня я хочу с вами поделиться рецептом приготовления очень популярной и известной выпечки это немецкий штрудель он получается по-настоящему очень вкусный невероятно нежный и безумно ароматный посвящается особенно любителям выпечки которые любят где много начинки и мало теста это именно тот самый случай и так я всем вам желаю удачи на кухне и давайте начнем приготовление для приготовления нам понадобится 4 штуки яблочек у меня зеленый кисло-сладкий сорт можете взять в принципе любые другие какие вам больше нравятся 989 грамм также 100 миллилитров воды комнатной температуры 220 граммов муки пшеничной заранее просеянной у меня просеянные два раза чтобы больше насытить кислородом щепотка соли по вкусу 1 чайная ложка кукурузного крахмала 2 столовые ложки подсолнечного масла можете взять любое главное чтобы было без ярко выраженного аромата 1 столовая ложка корейцы 100 граммов сахарного песка я взяла напополам 50 на 50 тростникового и белого сахара 2 столовые ложки лимонного сока 100 граммов светлого изюма 20 граммов сахарной пудры 50 граммов сливочного масла размягченного 100 граммов грецких орехов 25 граммов панировочных сухарей по желанию можете добавить экстракт ванили все приступаем приготовлению глубокую миску добавляем пшеничную муку просеянную подсолнечное масло и к отдельной емкости с теплой водой добавляем соль по вкусу все хорошо перемешиваем и добавляем несколько этапов к муке замешиваем тесто на первых порах удобнее это всего будет сделать с помощью ложки либо вилки а затем будем уже замешивать тесто руками собираем его в один комок и начинаем вымешивать его на рабочей поверхности я рекомендую вымешивать тесто минут 5-10 для чего это делается для того чтобы тесто было более эластичное однородной консистенции она будет очень гладкая и с ним будет комфортно работать если тесто липнет сильно к рукам можно немножко подсыпать муке и продолжать вымешивать я вымешивала тесто минут десять посмотрите как оно хорошо собралось прекрасно отходит от рук ничего не прилипает сейчас на данный момент я хочу подготовить следующему этапу я его немножко буквально вот такими вот движениями раскатываю растягиваю и формирую такой небольшой пласт можете сформировать четырехугольник для чего это делается для того чтобы с тестом было легче работать некоторые делают это после но я рекомендую делать это на первых порах потому что в дальнейшем тесто тревожит лишний раз будет нехорошо поэтому мы его уже подготавливаем сейчас смазываю его немножко подсолнечным маслом с обеих сторон выкладываю на тарелку и убираем под пленочку в холод если у вас на кухне очень жарко либо тепло я вам рекомендую убрать его в холодильник желательно минут 30-40 а лучше всего на полтора часа так с тестом будет работать еще лучше и удобнее а сейчас подготовим начинку на сковороду с толстым дном добавляя панировочные сухари и на медленном огне будем их обжаривать до золотистого цвета до такого янтарного цвета обжарили сухари добавляем в самом конце сливочное масло все интенсивно помешиваем и снимаем с огня глубокий сотейник отправляем изюм добавляем горячую воду практически кипяток и оставляем вариться на медленном огне буквально пару минут для того чтобы изюм напитался водой можете также просто залить его теплой водой и оставить на час на два для того чтобы он набух тем временем подготовим яблочки очищаем от кожуры семян и хвостиков разрезаем напополам и нарезаем на небольшие кубики готовому изюма добавляем чайную ложку крахмала без горки и все хорошо перемешиваем яблочки также у меня готовы на вот такие кусочки я их нарезала и добавляю лимонный сок для того чтобы яблочки сохранили свой цвет ну и также для вкуса грецкие орехи измельчаем в блендере либо в измельчителе измельчила до не мелкой крошки я люблю когда кусочки орехов чувствуются в выпечке мне кажется так вкуснее соединяем все ингредиенты то есть это изюм панировочные готовые сухари грецкие орехи также соединяем корицу с сахаром и все хорошо перемешиваем до однородности соединяем наши обе массы сахар с начинкой у нас уже начинка просто чудесно пахнет великолепный аромат всех ингредиентов начинка у нас получится просто великолепно вкусной и пока оставляем ее в сторонке тем временем я уже достала тесто из холодильника посмотрите какое оно замечательно очень эластичная я также подготовила специальное полотенце вафельное оно мне достаточно плотное для раскатки теста подпыляю немножко мукой полотенце и выкладываем тесто также подпыляю его сверху мукой так как там присутствует масло чтобы у нас тесто не липло к полотенцу что касаемо полотенца вы можете взять абсолютно любой какой у вас есть в доме главное чтобы оно было плотное либо небольшое одеяло просто для того чтобы вам было с ним легче работать и в дальнейшем сворачивать и формировать штрудель раскатываем тесто с помощью скалки аккуратно и затем растягиваем руками вы будете чувствовать где у вас будет толстое тесто где будет тонкое и по мере возможности его вытягиваем по краю стола практически растягивая по всему столу можете также раскатать ювелирно если у вас есть такая возможность и вы чувствуете что вы сможете с помощью тыльной стороны рук просто растягивая тесто руками над столом и в дальнейшем выравнивая его по рабочей поверхности если нет то можете раскатать обычным способом как вам удобно главное чтобы тесто у нас получилось вот такое тонкое посмотрите какое оно великолепное затем смазываем его кусочком сливочного масла мягкого комнатной температуры по всей поверхности легче всего сделать это с помощью рук если вам удобнее можете с помощью кисточки просто руками так будет равномернее затем подбираем по бокам края буквально формируя таким образом конверт и выкладываем нашу начинку начинку выкладываем небольшой горкой уплотняя ее и формируя таким образом будущий рулет и затем закручиваем и подбираем по краям удобнее всего это сворачивать также полотенцем так как тесто очень мягкое безумно нежное несмотря на свою эластичность но у нас достаточно много начинки поэтому где-то может тесто рваться ничего страшного все это исправимо и видно абсолютно не будет если вы хотите чтобы ваш штрудель получился более многослойным конечно можете раскатать и сложить его несколько слоев но у меня штрудель получится очень нежный где будет тонкое нежное тесто и очень много начинки сворачиваем штрудель штрудель у меня уже практически готов я аккуратно его переворачиваю поджимаю по бокам немножко утрамбовываю также начинку и сейчас перекладываем его на просвень я выложила штрудель на просвень выстиланный пергаментной бумагой ничем его не смазываем он абсолютно сухой еще раз подравниваем штрудель и смажем его смесью из желтка и молока молоко я добавляю одну чайную ложку все хорошо перемешиваем и смазываем штрудель тщательно есть такой нюанс если вы будете готовить два штруделя и выкладывать их на один просвень то я вам рекомендую оставить между ними хорошее пространство для того чтобы штрудели выпекались равномерно у меня уже разогревается заранее духовка минут 25 по температуре 200 градусов отправляем выпекаться штрудель в заранее разогретую духовку при температуре 200 градусов 45-50 минут ориентируйтесь по вашей духовке спустя 45 минут штрудель у меня уже готов посмотрите как он великолепно пропекся невероятный аромат по всей кухне просто потрясающий я дам ему остыть минут 20 и выложу на сервировочную тарелку и будем с вами дегустировать штрудель у меня уже остыл я его посыпала сахарной пудрой он получился конечно невероятно нежный очень ароматный тесто тонкое как папирус и много вкусной и сочной начинки все в этой начинке в балансе и кислинка и сладость все играет свою роль конечно ароматы привкус корицы просто потрясающие вы можете также раскатать тесто потолще если вы хотите потолще слои но в моем случае они очень тоненькие и нежные и очень много начинки также вы можете подать штрудель с шариком ванильного мороженого лишним явным не будет будет только вкуснее и так дорогие друзья если вам понравился мой рецепт и видео обязательно тяните пальчики вверх оставляйте реакции в комментариях пишите что вы думаете об этом подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить выход нового видео здесь вас ждет еще много всего самого интересного вкусного и много проверенных рецептов мной и временем я всем вам желаю всего самого наилучшего и до новых встреч на моем канале Лидия Суитс пока пока друзья